Друзья, всем привет! Смотрите, вы меня много раз просили показывать самые бюджетные трактора на 24 лошадиные силы, на 40 лошадиных сил. В данном случае, в прошлый раз видео с этим аппаратом набрало почти 400 тысяч просмотров на ютубе, с учетом того, что у нас было тогда 1010 подписчиков, 15. То есть, это очень круто, именно по соотношению цена-качество аппарат. Сейчас расскажу подробнее. Во-первых, это Днепропетровский тракторный завод. Во-вторых, на них сейчас очень круто снижена цена. По поводу цены можно набрать по номеру телефона и все уточнить. Ну, либо я приблизительно вам обязательно расскажу в конце, чтобы у вас был интерес досмотреть это видео до конца. Я при просмотре этого видео наверняка у некоторых из вас возникнет вопрос, где же купить по однократной цене нормальный трактор, быстро и удобно. Кто, как и я, устал десятков магазинов с фейковыми левыми комментами, с неадекватными, неактуальными фотографиями и завышенными или заниженными специально ценами на товары, то, друзья, добро пожаловать в наш онлайн-магазин в Инстаграм с реальными фотографиями, с реальными, не накрученными ценами, где может любой человек оставить свой реальный отзыв, поделиться, пообщаться. А помимо мини-тракторов, мото-тракторов, десятков позиций навесного оборудования, также будет видео о испытаниях тракторов в работе, испытания с навесным оборудованием, всякие полезные видосы в технической части, полезных статей, отзывов клиентов, ну и всего-всего подобного. Помимо этого, на этой платформе, помимо тракторов, вы да можете найти абсолютно практически любой товар по цене дешевле, чем в интернете, поэтому, друзья, ссылка внизу, переходим, а мы продолжаем обзор. Магазин, это магазин мини-трактор, и у нас на обзоре ДВшечка 404АД, эта модель уже 19-го года идет, уже полноценно... Вот, сейчас мы откроем сразу кафот, сразу посмотрим самое основное. GMD 490-й блок, то есть чистых 4 цилиндра, чистых 40, простите, сил, 29,4 кВт и 2300 оборотов двигателя. Вот, видите, 19-й год, первый месяц, это сделана техника в Китае, плюс 3-4 месяца моря, плюс сборка, и, соответственно, вот мы получаем этот аппарат уже на осень в продажу. 4-х цилиндровый дизельный вертикального типа с принудительным выхлаждением жидкостным. Идет, вот отдельно идет резервуар для, бачок для гидрожидкости, и два МШ-насоса на гидровосилитель, и отдельно на навесной механизм, на заде. Вот, что вы видели давно уже в этом бренде, поменялось, так это поменялось в расположении рычага КПП. И теперь все сбоку, теперь более удобно, все-таки, комфортно сидеть. Сейчас мы уберем тифоничьи штаны с следующей стушечки, и я попытаюсь, наверное, чуть-чуть проехать, чтобы вам показать, собственно говоря, как он ездит. Друзья, как видите, ситуация следующая. Горит окон и мигает масса, то есть, как следствие, масса в нем, соответственно, нету, или очень мало, и аккумулятор, как следствие, севший, то есть, трактор только с фуры еще не подготовлен, поэтому никакого реально его возможности, и, честно говоря, уже и желания заводить нет, дабы не упороть, но, тем не менее, поскольку обзор уже нахи, я уже доведу дело до конца, поскольку аппарат очень-очень мне нравится, именно он мне нравится с отношением цена-качество. Да, тут как бы неудобная платформа, не самая удобная, высоко мост, коробка высоко, не слишком много места, но, тем не менее, с моим ростом, метр девяносто, я помещаюсь тут свободно, вот, и у меня еще есть тут по бокам место для ног, то есть, в принципе, человек в любой комплексе может спокойно, вот так уже, когда разместился, тебе отлично, удобно. И точно такая же, собственно говоря, компоновка есть и в Ваволах, есть и в Джинмах, которая стоит за, там, 7-8 тысяч долларов, 4-цилиндровая. Этот же аппарат идет нам нахрен дешевле. Плюс ко всему, плюс ко всему, у нас, у нас уже он идет, у нас широких колесах, у нас уже идут укомплектованные штатные грузы, у нас уже идет штатная гидропара стоит сразу, уже ничего делать не надо, если вам нужно будет прицеп с погрузчиком, или что-либо другое, можно уже, в принципе, его оставить. Потом, очень неплохо, они в этом году уже потрудились над Кузьмой, хотя это все остается вот так, в таком плане дребезжать, но, тем не менее, уже есть какие-то брызровички, вот такая вот защита. В принципе, адекватный металл, уже есть ребра жесткости здесь, вот. И тоже обращаем внимание на задний мост. В принципе, он уже идет не слабенький, в принципе, он уже рассчитан, чтобы сюда ставить какое-то дополнительное оборудование. Вот стоят заглушечки, раз, два. Вот. В принципе, для сороковок стандартная самая ходовка. В сороковке в кабиннике такая же точная, хотя он без кабины, соответственно, нагрузка уже идет на все это дело меньше. Трехточка, двухскоростной вон. В принципе, все, что, в принципе, для работы надо, да, тут у него есть. И самое приятное, это Днепропетровск собирает остатки Днепропетровского тракта промзавода, они сейчас ничего, к сожалению, уже не производят, но, тем не менее, они собирают. Собирают они более-менее на совесть. То есть, когда какая-то техника приходит, тут нет такого, что недотянутые болты, что-то недокручено, все у них всегда более-менее хорошо. И хорошая у них цена относительно той же Джинмы 404, относительно того же сороковки Дэн Фэнга, покупая вот такой аппарат, вы экономите, экономите значительные деньги, потому что он даст то и дешевле. Все-таки цены, друзья, начинаются там от 6-700, по-моему, на них, и это уже идет модификация AD, это уже идет с двухдисковым сцеплением появились. То есть, уже вот проблема со сцеплением, в принципе, решена для такого аппарата. Естественно, гидрач, но это все вы знаете, это все я уже рассказывал. Собственно говоря, суть чего. Таких аппаратов у нас сейчас много, их завезли. Вот там еще стоит еще один. Это без двухдискового, оно еще дешевле идет. Вот, и есть в синим, в зеленом кузове, и где-то там должен был быть в красном, да, тоже в красном кузове такие аппараты у нас есть. Так что, друзья, обращайтесь, все контакты внизу, ссылка на магазин тоже внизу. С вами был канал МиниТрактор, всем счастливо, всем удачи, всем пока.